Так, ребята, сегодня краткая информация о новых поступлениях в музей техники магнитной записи НИЭМП. Ну, сказка, конечно, это ТИК 3340С. Катушечник, и не просто четырехдорожечный, а четырехканальный, ребята. Это 1, 2, 3, 4 канала. Супер. Скорость 19 и 38. В полном комплекте даже запасные пасеки. Вон, запасные пасеки. И мануал, хоть и юзерс мануал, но со схемами. Вообще. Супер. Это вообще. Александр Петрович, я просто поздравляю тебя, что... Ну, наконец-то у нас есть топовый катушечник. Четырехдорожечный, 38-я скорость и ТИКовский, а не какая-нибудь там шалай-балай, да? Да, это раритетный. Раритет, блин. Да, это раритетный образец. Да, да, да. Он попал к дарителю, а даритель это Ягичев Алексей Михайлович. Мы в молодости на спецухе с ним вместе работали. Он профессиональный разработчик. Какой-то период жизни своей интересовался такого рода аппаратурой. И он у кого-то его, значит, из бывших музыкантов. То есть он использовался, скажем так, профессионально. Из бывших музыкантов, ну, наверное, ребята поставили более современную аппаратуру, а этот отдали ему. Ну, он, говорит, я его брал работающим, но потом так жизнь сложилась, что долго он у него... Ведущий вал, ведущий вал, диаметр нормальный, скажи. Да. Не то, что там вот эта пиздюленка, а нормально ведущий вал. Ну, супер. Вот, ну, и в результате, вот, имеем в нашей экспозиции музея уже... Это уже третий тиковский аппарат. Угу. Значит, ну, классика жанра катушечник, да еще с такими скоростями студийными. Да, да. Ну, а если говорить о двух других, значит, один в музее стоит, двухкассетник. Модель сейчас не помню, но он, у него, правда, недостаток, потому что он от 110-вольтового питания. Угу. Вот. А еще один полупрофессиональный аппарат, ты еще не разглядел, за тобой он стоит ТИК. А, вот тот, да, 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 вижу, да, вижу, да. Какой он там, 6-7-ка? Ну, это катушечник, это кассетник, блин, тоже ТИК, да. Ну, супер, ну, да, вообще, да. Трехголовочный кассетник, ну, супер. Это вообще, ну, ТИКовские аппараты, это серьезно, понимаешь, это, вот это единственный конкурент на комичи был. ТИК. Все, понимаешь, остальное все это такое, попсня. Даже ревоксы, ну, катушечные ревоксы, да, а кассетные ревоксы, все ж такие, ну, неплохой, понимаешь, не могу сказать, что плохой. Ну, ревокс B215, вот был этот самый, да, ну, это ТИК тоже класс. Вот, ну, это понятно, да, ТИК и понятно. Сверху, сверху у нас этот самый дюал, кассетный, да, из древних, как говорится, да. У него оригинальное включение в сеть, надо нажать любую клавишу, когда он включает. Понятно. Смышлятельной клавиши нету. Ну, дедеваль, такое дело, Вильма 104 нормальная, да, вот. И, ребята. Ну, это подарено, это бой, только я ничего ее восстановил. Ну, так видишь, хорошо, хорошо, Сарк. Документация у меня была, на части по ремонту, сверху, все, ну, вот. Восстановили по полной, вот, но, ребята, хочу еще сегодня, вот это, да, не, включать не надо, Вильма что, кто Вильму знает, в принципе, понравилось. Но, вы думаете, кассетный маяк первого класса, это маяк 120 был? Нет, ребята? Ну, 120 это был, да. Но, первый кассетный маяк первого класса, вот он, вот он. Это опытный экземпляр, он в серию не пошел. Маяк 131, вот он. Видите? Вот он, маяк 131. Его классная, до сих пор классная характеристика, это то, что у него механическое управление. Смотрите, вот это перемотка влево, вот это перемотка вправо. Видно, да? Вон перемотка влево. Механическая. Никаких соленоидов, грюцающих, или этих самых, механика. И вот так вот, кареточка, режим рабочего хода, вот он. Видите? Как плавненько, без шумно, без, ну, короче, просто полный атас. И это самое, значит, это у нас пауза. И это у нас запись, если тут есть, о, вот в эту сторону, о. Вот так вот. Вот. Механика полностью. Ну, автор механики Клин Лукич Климук. Это наш главный разработчик всех лентопротяжек с начала образования ЦКБ БАМС. Вот, это все маяки 200-й серии, значит, высшего класса маяки. Вот. Юпитера, ряд был Юпитеров 001, 002, 003, 004. Вот. Это тоже все его разработки. Ну, Юпитер 001, он стал потом при передаче на завод, маяком 001. 002 отличался от него тем, что у него был автореверс, а так было все то же самое. 003 отличался от двух предыдущих тем, что у него был режим, ну, возможно, было, значит, прослушать квадрофоническую запись. А 004, это был полный квадро. Ну, вот как это? Ну, типа, как это, да. Как вот этот вот, да. Ну, к сожалению, сохранились только фотографии, ну, я могу их отдельно. Ну, фотографии, ладно, 005, вот. Да, ну, а этот... Этот же есть, да, понимаешь? Вот. Но это не квадро. Нет, не квадро. А вот это ж квадро, Саша. Это все. Саша, вон, Саша, тебе задача провести техническое обслуживание полное. Вот этого тика. Ты делаешь? Вот. Особенно, блин, мне нравится, вот, вот диаметр вот этого видвала мне нравится, понимаешь? Вот. Диаметр видвала. Ну, вот так, ребята, видите, какой класс? И еще вот этот вот тик. Этот самый, да. Ой. О, какой привод чувствуешь, да? Угу. Как плавненько. А, стоп, вот. Так, теперь play. Play. Пауза, подожди, пауза, да, 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 play. Сейчас, сейчас, где-то пауза отключается. Рекорд. Или еще раз. О, поехала. Супер. Ну-ка. Вот пусть бросят в меня камень, кто скажет, что аналоговая магнитная запись хуже звучит, чем любой цифровой. Согласен с тобой. Согласен? Ну, скажи. Нема питань. Пауза очень. Ребята. Красота, да. Я не могу, к сожалению, на камеру оцифровать выход аналоговый напрямую, но поверьте, слушать такую музыку можно, ну, без устали, хоть весь вечер. Красотища. Очень классное поступление, Саша, в своем музее. Тоже интересный аппарат. Опа. Татэ шопным. Вообще. Такого, ну, Саша, это я первый раз в жизни вижу такое, блин. Вот так. Ты понял, блин? Все, песец. Да. Супер. Где-то 75-й год, наверное. Ну, десь так, Саньо. Саньо. А это тоже новый надход, Женя. Так это понятно, но от этого. От Штирлица, блин. От Штирлица. У Штирлица этот самый, был в 17 мгновениях весны, вот такой вот этот самый, да, у кого-то. Но это на самом деле... Электроника 52. Электроника 52. Раз, два, три, четыре. Вот такая штука. Тоже новое поступление в Музей магнитной записи. Классно. Все. Ну, такие творческие порядки. О! Это же мой любимый анализатор. Сейчас, сейчас, сейчас. А, я надо так минимум включить. Как минимум включи его в сеть. Снимаешь? Да. О! Любимый анализатор. Любимый анализатор сухого, да. Ваааа! Супер. До сих пор работает. Как американский пятош. Ага. Так, ну, короче, я буду это самое. Когда буду измерять Музей высокая верность 21 века, я приду сюда и буду его использовать. Вот. Потому что... Ну, только за. Ну, только за. Ну, именно же для этого, он и передано. Он 30 лет вот это и ждал, это самое, понимаешь? потому что это же он восемьдесят пятом году получили моего когда тоже к делали я вот этот канал тоже к на нем отстраивал а теперь блин это самое теперь будем андача высокой верности на нем вот это чудо она не хуже американцев кто-то что да а что то за анализатор вот 500 герц годы 1 и 2 килогерц с выходом на ассуров если мы подключим сюда антенку секундочку получше если мы сейчас запустим принтер я же его надо было настроить на бешеную чувствительность но пошло на должны были больше пакетики по ходу это не танки ну да ладно вот это в бачу блина шоу на просто про прогрузилась ну да я не называют эти кнопки понажимал вот эти вот видишь можно будет с помощью анализатор вот она видишь вон вон он спектр больше но это нам это намного поинтереснее да и саная шат экран монитора чем но я тебе гордый на титр 165 лет поправим уже опускаться до 0 3 микро вольт а на 110 до целые сили ну понятно юра в общем поняш я вижу что ты ответственно подошел к поручению оборудования рабочего места по измерению он защищает высокой верности все есть и 318 есть и это самый саша мне два фильтра т-образных этих самых не 110 это а 118 он особо малое искажение понять но он надо самое это точный по частоте а мне не то что затем не надо минимум и вот этот самый вот этот вот анализатор вот этот анализатор будем мерить этот самый на счету от 500 герц до 12 до 120 килогерц но тогда на таком у нас основная частота измерения 10 килогерц бы до 10 килогерц чтобы 9 гармоника укладывалась в 100 килогерц в 96 килогерц 192 килогерца этот самый значит дискретизация пополам по котельнику в 96 вот чтобы у нас 9 гармоника умещалась надо 10 килогерц основная ну класс все хлопцы молодцы что работаете что не забывайте что надо измерять александр петрович особо блин это самое знаешь что правильно сделали что забрали чтобы не это самое не увели блин тяжелый знаешь как я мне одному было тяжело его переставлять но все равно хорошо на молодцы мотор значит использование hewlett parker 35 61 а в качестве анализатора шума анализатора звука и и и шума я то есть подключаем значит выставляем чтобы было на весь экран дальше выставляем в режиму нажимаем фрагменте выставляем а ничего не выставляем нажимаем мод допустим 3 октавный вариант и можно говорить не подожди сейчас подключаю вместо эквивалента вибро преобразователя микрофон измерительный нойман между прочим нет это брюликер а брюликер до брюликер выпущенный по лицензии в советском союзе еще лучше так и подключаем выход микрофонного блока питания на вход анализатора сейчас он немного отработает а но он немного туповатый но в этом шаге надо это можно поставить а в подключить а вы и включить define numam avg в один заход и включить этот самый из посмотреть ну да вот мой спектр но для того чтобы откалибровать тот же микрофон используется piston phone который дает сначала 125 герц а если нажимаем на вот эту кнопочку дает 250 герц слышно вставляем микрофон внутрь кистом фона сейчас он вот мы ставим и с помощью маркера двигаемся от 50 герц до 80 килогерц сейчас он немного отработает шагаем маркером по сейчас мы стоим на 5 килогерцах у нас он работает на частоте 125 герц вот наш пик огромный и вот внизу подписанный 160 герц но если мы сейчас перейдем в режим мод не треть октавы а фул октавы вот а мы как раз вот стоим на 125 в полосе центральной частотой в октаве 125 герц и вот у нас вот самый пик большой если мы нажимаем кнопочку у нас частота меняется вот у нас 250 и появляется вот соседний пик то есть вот у нас минус 27 децибел вольт также можно с помощью это при линейной характеристики а также у него еще есть а вот и файл фильтр то есть корректировка по уровню по кривой а то есть мы нажимаем клавишу и взвешено и да и в а вот и фильтр он его подключаем он загорается и не индикатор и теперь можно с корректированным уровнем по кривой а заниматься анализом машином машин причем не только микрофонов а любого сока да да вот а нам необходимо его использовать и чтобы настраивать генераторы шума чтобы они были у него выставлены юра нам мы будем его измерения зачем высокая верность это тоже блин понимаешь вот вот так ребята не mp нам помогает до сих пор в своем стране угля до много мелкого и в очень большом количестве метрология метрология это вещь серьезно не просто так а тут вот видите значит 3561 этот 3562 был 22 наилучших хиллит паккарда в звуковой звуковом диапазоне вот будут служить дело нашего лосилка в том числе все аюра молодец 1 соединили пистонку 2 2 3 4 6 6 7 8 8 9 10 10 12 12 14 15 15 15